Оставшиеся в Архангельской области полномочия по социальной сфере уже вскоре вернутся обратно в округ. Об этом стало известно на состоявшейся сессии собрания депутатов. Законодатели одобрили проект двустороннего соглашения. Его планируют подписать губернаторы двух субъектов. На сессии приняли и другие значимые поправки и законы. Социальная направленность законов, пожалуй, то, что нельзя не принять во внимание. На очередной сессии таких проектов было одобрено более десятка. Но самым главным достижением депутаты считают договор с Архангельской областью. Если его ратифицируют обе стороны, то уже 1 января 2015 года все полномочия в социальной сфере округ будет осуществлять сам. Финансирование этих полномочий будет осуществляться в том числе за счет части федеральных налогов, которые в соответствии с бюджетным кодексом зачисляются в бюджет субъект Российской Федерации. 100 тысяч рублей каждому члену семьи Погорельца. Так, Управление труда и социальной защиты решило поддержать пострадавших от пожара, внося этот законопроект. Хоть эти деньги и не решат проблему утраченного жилья, зато помогут приобрести вещи первой необходимости. Для приемных детей улучшили условия отдыха. Теперь округ раз в год будет оплачивать их поездки на отдых. Этой льготой смогут воспользоваться 70 детей, которые сегодня проживают в приемных семьях. В соответствии с трудовым кодексом производится оплата проезда к месту отдыха и обратно родителям и, вернее, работникам и членам их семьи. Но так как к членам семьи здесь конкретно дети, которые приемные, не относятся, поэтому у нас на сессии этой принято решение, что раз в год будет оплачиваться дорога к месту отдыха и обратно вот этим приемным детям. Одобренным законопроектом гарантированную поддержку округа получила потребительская кооперация. Так, сельские потреб общества будут получать дотации на хлебопечение, общепит и электроэнергию. Принят документ, изменяющий систему местного самоуправления в Заполярном районе. Там вводится новая должность сети-менеджера. Он будет руководить районом в тандеме с главой муниципального образования, который будет также занимать пост председателя Совета депутатов. Глава муниципального образования, я думаю, что будет заниматься наработовательской деятельностью прежде всего. Это представительские функции, это подписание договоров, соглашений и, разумеется, взаимодействие с главой администрации. А вот глава администрации будет непосредственно руководить исполнительной властью. На сессии официально огласили даты выборов губернатора и депутатов окружного собрания. Они состоятся во 2-е воскресенье сентября, 14-го числа. Валентина Чибичек, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok